Субтитры сделал DimaTorzok и шпинкерто. Вынюхивает. Сейчас он вам тут нарасследует. Он врез. Кто врез? Вот этот. Чего ты это взял? Я же говорил, нарасследует. Слышь, тут и прокуратура работала, эксперты, и ребята уже, которые часик нюхают, он и ются не запылил. Так лег засохнул. Ну, еще так и вывод. Он говорит, что они обходили территорию с разных сторон. Он шел оттуда. Услышал шум, прибежал сюда, увидел тело убитого напарника и уезжающую машину. Выпустил всю обойму вслед в машине и потом осмотрел тело. Так, так, врет. И что тебя смущает, я не понимаю? Вот там блевотина свежая. С чего бы ему блевать? Отсюда вывод. Он там с самого начала сидел, все видел, слышал и блевал от страха. А стрелял, когда уже все закончилось. Почему так думаешь? У многих людей в критической ситуации рефлекс срабатывает. Или тошнит, или штаны кладут. Я на фронте такое чуть не каждый день видел. Точно. И меня перед атакой каждый раз полоскал. Я так до конца войны и не привык. Ну-ка, Васек, пойдем-ка, побеседуем еще раз с этим стрелком. Пойдем. Слышь, а ты молоток, разведка, наблюдательный. Я бы вот и внимания не обратил бы. Ну, наблевал кто-то. Ну, что, мимо прошел и все. Так у нас тут шибко умных-то не любят. А да почему? Да у нас тут вообще все очень непросто. Что сидишь, втал быстро? Ты покури пока. Я этому сукину коза сдам. Потом пойдем покатаемся. Покажу тебе наше хозяйство. Ты не просто трус, Пугачев. Ты еще и гнида. А что я мог? Пятеро против одного. Вот именно против одного. Ты там в сторонке отсиделся, пока бандиты Звоново резали. А потом решил товарищей своих обмануть. Ну, ты Пугачев и сволочь. Значит, по-вашему надо было, чтобы они меня грохнули. Лучше бы они тебя грохнули. Сдать удостоверение. Пошел вон отсюда. Техно. Продолжение следует...